Что такое Палево и как с ним бороться в цифровую эпоху, примерно так могло бы называться руководство для сачков, которое, основываясь на личном опыте, мог бы написать житель Березовского Иван Еликов. Ему же вполне под силу составление трактата о пользе личной скромности в призывном возрасте. Сейчас ему как раз 24, а когда стукнуло 18 и калитка в армию только открылась, он на законном основании получил отсрочку, а по его окончании уже не столь законно игнорировал повестки в военкомат, ну а когда не игнорировал, то приходил туда со справками о хронических болезнях, которые, как уточняет в прокуратуре, получал в коммерческих медицинских центрах. Для нашей программы довольно забавно хоть как-то осуждать здоровый образ жизни, и мы ни в коем случае не станем и Ивану вменять в вину активные занятия физкультурой и спортом. Тут он, безусловно, молодец, и на него, в этом смысле, сверстникам можно и нужно равняться, как на достойный пример. Однако команду, равняясь в ее армейском варианте, он слышать не желал, хотя это и всего один год нынче. Самое это забавное состоит в том, что, например, он отличился совсем недавно в Нижнем Тагиле на соревнованиях, что характерно комплексах ГТО, что расшифровывается как «готов к труду» и «к чему?» Ну, правильно, к обороне. А сам Ваня Ваньку валял на тему, что не готов он к обороне, равно как и к атаке, и даже к нестроевой службе, ибо болен в семи местах, не считая коленок, причем хронически. И вот в этом Нижне-Тагильском оборонном дерби наш Ваня одержал победу, при этом установив рекордные достижения, 113 раз рванув гирю, к сожалению, неведомого нам калибра. Ваня Ваньку Что очень во вред нынче любой карьере, ну а для госслужбы, например, так вообще равносильно запрету на профессию.